Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Не удивляйтесь, что я ошибся. Я только что записала видео о том, как выглядят очень модные, очень стильные особы, что их отличает. На самом деле, то видео было записано по мотивам видео англоязычного, которое я посмотрела, которое попалось мне в рекомендованных, и мне было интересно, что же отличает модные, стильные особы. Я поняла, что эти вещи, которые я перечислила, о которых я рассказала, меня совершенно не характеризуют. Сегодня же я расскажу вам о вещах, которые, я надеюсь, все-таки меня характеризуют, потому что для меня гораздо все-таки важнее выглядеть так, как я себя чувствую. Я себя чувствую на какие-нибудь хорошие 25 лет, я себя не чувствую на мои 38 лет. Поэтому я расскажу вам о тех вещах, которые, на мой взгляд, очень молодят женщину. И, соответственно, отсутствие этих вещей достаточно старит. И эти все вещи я наблюдала, когда стала снимать других представительниц прекрасного пола, и когда стала монтировать, прежде всего, свои видео о стильстале. Итак, первая вещь, о которой я никогда не говорила в подобных видео, потому что подобные видео на канале существуют, что нас молодит, что нас старит и так далее, и так далее. Это походка. Я никогда не обращала внимания на то, как сильно походка отличает. Пока женщина стоит, вот действительно, если она одета модно, стильно, современно, если у нее длинные волосы, ухоженные волосы, о которых речь также пойдет в этом видео, вот на самом деле, пока она стоит со спины, ее можно принять за 20-летнюю. При этом ей может быть хорошо за 50. Но как только женщина делает первый шаг, сразу можно определить, что, ну, по крайней мере, ей не 20, как могло показаться, повторюсь, пока мы смотрели на нее в статичном положении, пока она стояла, пока она не двигалась, и мы видели ее со спины. Более того, зачастую женщина и повернется, и выглядит прекрасно на какие-нибудь, уж если не 20, то 30 лет, то первые, повторюсь, шаги, первое впечатление о походке бывает действительно такое, что совершенно точно ты можешь дать женщине ее возраст. От чего зависит походка? Помимо того, что, да, тяжесть лет, что называется, давит, и мудрость лет тоже давит на твои прекрасные плечи. Походка зависит прежде всего от осанки. На самом деле, я даже вижу, как многие блогеры слегка завыглядят в кадре по-другому, просто потому, что они на самом деле и сидят перед камерой по-другому, и голову держат по-другому. И, наверное, только бьюти-блогеры, блогеры, которые рассказывают о том, как вы молоды, хорошо рассказывают о массажах, самомассажах и так далее, и так далее, наверное, только эти блогеры обращают внимание на свою осанку, потому что действительно то, что происходит у нас на лице, то, как выглядит наше лицо, имеются зажимы, не имеются зажимы. Сегодня я переборщила, по-моему, с бровями как-то очень-очень все. Видеем то, что называется, очень явно. Так вот, только эти блогеры, наверное, обращают внимание на свою осанку. В то время как осанка – это очень важно. От осанки зависит наша походка. С элементарно мы расправим плечи, отодвинем их назад, опустим, вытянем голову, приподнимем ее и сделаем несколько шагов. Это уже будет совершенно другая походка. Поэтому, дорогие, прекрасные мои зрители, сколько бы лет вам ни было, походка неправильная, сутулая и, в общем-то, с опущенной головой может старить нас и в 20 лет, уж тем более будет это делать, когда нам слегка за 35 лет исполнилось. Поэтому на походку все внимание. Не буду отдельно останавливаться на осанке. Осанка – это, конечно же, не походка. Осанка – это то, что проявляется, когда мы просто сидим. Но это очень-очень важно. Я недавно была на празднике у Данечки, и я обратила внимание, как сидели мамочки вокруг меня. Мамочки пришли полюбоваться и порадоваться за своих детей. И многие смотрели подобный спектакль первый раз в своей жизни, потому что выступали младшие дети, в том числе, которые только-только начали детский сад. Так вот, очень многие мамочки сидели так, как будто бы этот праздник им вообще уже наскучил. Они устали, не знают, когда могут поскорее из этого зала АКТО выйти, покинуть помещение, что называется. Признаюсь, я единственная, либо одна из немногих, кто сидел прямо, четко. При этом я была очень плохо одета, я реально плохо выглядела в тот день. Я действительно плохо выглядела в тот день, просто потому, что я забрала Данечку из садика, и потом мы полтора часа гуляли. Было достаточно прохладно, поэтому одета я была соответствующей. А будто так же, то есть ни о какой-то элегантности, красоте и так далее речи быть не могло. Я была в своей любимой вязаной шапочке, но при этом я сидела совершенно прямо. И почему-то мне кажется, что я выглядела достаточно неплохо только за счет своей осанки. Поэтому второй момент, на который стоит обращать внимание, это осанка. Третья вещь, которая очень-очень отличает нас, дам, которым слегка за «ммм», это мимика нашего лица. Мы очень часто уже не улыбаемся, и вообще выражение лица у нас суровое. Очень часто мне пишут в комментариях, что суровое выражение лица свойственно вообще русским людям. Но я могу вам сказать, что нет, суровое выражение лица свойственно прежде всего возрасту, возрасту. И действительно, в одной нации, женщина в возрасте 50 лет, скорее всего, будет улыбчивая, будет болтушкой, будет очень-очень подвижная. А в другой нации, не будем называть какой, женщина в 50 лет уже может иметь действительно суровое выражение лица. Вот здесь такие характерные заломы от того, что всегда ее губы стиснуты в неком недовольстве, некая, опять же, морщина характерная для недовольства, для мимики недовольства. Вот это все будет присутствовать. И также считываться, как некий возраст, потому что недовольство это свойство возраста. Вот это бурчание, вот это вечный поиск какой-то причины, чтобы, в общем-то, что-то обсудить в негативном моменте, на чем-то зациклиться в негативном моменте, это действительно признак возраста. Это, с одной стороны, не нужно стесняться, это нужно уметь признать, потому что я даже за собой замечаю, значит, я даже, нет, просто я за собой замечаю, что да, очень часто я там, где раньше бы промолчала, да более того, на что бы раньше я даже внимания бы не обратила, теперь непросто. Я все это стараюсь высказывать, проконтролировать, чтобы было не так, а было так, как мне кажется, поэтому я себя действительно тоже отлавливаю, галочку себе ставлю и повторюсь, не просто мимика, которая отражает наше, прежде всего, внутреннее состояние, а именно вот это внутреннее состояние вечного какого-то недовольства, вечного понимания, что ты знаешь чуть больше, чем все окружающие, просто потому, что тебе чуть больше лет, соответственно, ты обладаешь какой-то большей жизненной мудростью, большим жизненным опытом. Поэтому да, мимика на лице, которая отражается прежде всего благодаря тому, как мы чувствуем себя внутри, это то, что, в общем-то, нас может старить, А может молодить Это к вопросу о тех блогерах, которые часто записывают видео вот так Я в каком-то видео рассказывала У них позиция в 20 лет, точнее мимика, позиция тела И, в общем-то, рук и жестикуляция Как у дам, которые уже, в общем-то, познали всю жизнь А обо всем могут рассказать Хотя им на самом деле 20, 21, 23 года Есть даже такие блогеры, которые умудряются в свои 20, 21, 23 года Выглядеть гораздо-гораздо старше своих лет Еще одна вещь, которая отличает женщин Которая может выдавать их возраст Это, скажем так, некая общая неухоженность Общая неухоженность, которая свойственна нам Потому что мы уже чуть-чуть устали Мы, опять же, знаем несколько больше о жизни Мы знаем, что встречать нас должны не по одежке А прежде всего по нашему уму Поэтому, в общем-то, с возрастом у нас пропадает желание наряжаться И с возрастом мы наряжаемся меньше Опять же, отсылка к видео о том, как выглядят действительно стильные женщины Женщины, про которых мы можем сказать Да, вот она модница, она стильно выглядит практически каждый день Один из секретов таких женщин заключается в том Что они используют любую возможность Любую возможность, чтобы нарядиться И чтобы, что называется, себя показать И в этом нет ничего общего с тем Что ты не принимаешь себя вот такую не накрашенную Возможно, не блондинку Если ты хочешь покрасить волосы в блондучь Многие считывают это как некое недовольство своей внешностью Нет, это наоборот поиск и понимание того Что тебе идет, что тебе не идет В пределах, конечно же, разумного Поэтому, да, очень часто женщина выглядит старше своих лет Даже в 30 лет, просто потому, что она, в общем-то, не следит за собой Не следит за своими волосами, не следит за своим маникюром Не следит за своей одеждой, за то, как она ее компонует И так далее, и так далее Я думаю, что здесь не нужно даже особо останавливаться на деталях Потому что каждый из нас, я думаю, 30 годам Прекрасно себе представляет, что такое выглядеть ухоженно Выглядеть аккуратно И, соответственно, как сделать, чтобы таким образом не выглядеть И очень многие, к сожалению, прямо-таки в раннем возрасте, к 30 годам Выглядят действительно, прежде всего, благодаря своей одежде Благодаря каким-то вещам, на которые уже не обращаешь внимания Что называется, махнула на себя рукой Опять же, это отсылка к предыдущему пункту К тому, как ты себя внутри ощущаешь и чувствуешь Это, в общем-то, то, что очень-очень старит Юному возрасту свойственно желание нравиться Нравиться самой себе в отражении в зеркале Нравиться окружающим Нравиться своим соседям Когда ты просто собачкой вышла погулять Нравиться кассирам в супермаркете Все это свойственно юному возрасту Хорошо это или нет Решать каждому для себя Каждому для себя, прежде всего Но это то, что характеризует юность Соответственно, если мы хотим выглядеть чуть-чуть моложе Мы должны быть несколько более внимательны к тому Как мы выглядим изо дня в день Не только из праздника на праздник Ну и последняя вещь, которая для меня очень-очень болезненна Хотя я считаю, что я обладаю шикарным-шикарным результатом Это волосы Я убеждена, я вижу на средстайле, я очень обращаю внимание И сужу прежде всего не по себе А прежде всего по тем прекрасным итальянкам Которые очень часто попадают в кадр моей камеры За что им большое спасибо Это тот простой факт, что волосы Ухоженные волосы, достаточно длинные волосы Волосы, которые прежде всего позволяют женщине иметь красивую прическу А что такое красивая прическа? Это прическа, которая эту женщину Конкретно эту женщину украшает Кому-то, да, идут короткие стрижки Но я могу сказать, что короткие стрижки все-таки идут минимальному количеству женщин У таких женщин должен быть какой-то идеальный просто череп У таких женщин должно быть просто идеальное лицо Потому что, конечно же, волосы позволяют там скрыть некоторые недостатки на лице Это совершенно точно И плюс все-таки это такой стиль, который тоже не всем женщинам подходит Большинству женщинам на этой планете подходит женственный стиль Мальчишеский стиль идет не всем Нужно иметь, опять же, определенное телосложение Нужно иметь определенный вкус и возможность и умение определенным образом одеваться Поэтому, в общем-то, могу сказать, что да Каждой женщине идет своя прическа Но большинству женщинам на этой планете Это мое убеждение Пока я его не поменяла, вряд ли когда-то изменю Идут все-таки длинные, удлиненные, ухоженные, красивые волосы Не обязательно выкрашенные Это не обязательно блонты, не обязательно покрашенные волосы, когда седые Нет, это просто наличие волос Которые, кстати, также ассоциируются у всех Кто смотрит на ту или иную представительницу прекрасного пола Прежде всего с ее здоровью А здоровье, наличие здоровья всегда ассоциируется с молодостью Поэтому вот такие вещи, на которые я сама лично буду обращать внимание Эти вещи, безусловно, для меня являются признаком молодости И могут омолодить меня, прежде всего, если я буду их использовать Но если уж не за дня в день, а тогда, когда мне захочется выглядеть чуть-чуть моложе своих лет Желаю всем выглядеть на тот возраст, на который им хочется выглядеть Желаю иметь, прежде всего, возможность снивелировать И как-то скорректировать свой возраст при помощи вот таких простых приемов Опять же, когда этого хочется Не стесняйтесь выглядеть моложе На мой взгляд, выглядеть чуть-чуть моложе Это совершенно нормальное желание Любой женщины, потому что нам, в общем-то, свойственно нравиться другим Не нужно ассоциировать это с тем, что мы молодимся С тем, что мы не принимаем свой возраст Либо с тем, что мы не принимаем самих себя Это все мы прекрасно принимаем Что называется, быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей И это свойственно И это может быть свойственно и характерно любому возрасту На этом с вами прощаюсь Желаю всем хорошего настроения Это была Яна Скворцова Увидимся очень скоро Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok